всем добрый день обещал снять видео такое вкратце много обо всем люди очень много спрашивают интересуются где что брать вообще как как начинать это для начала скажу так есть мой канал просто многие не знают не видели возможно там информации много уже давалось значит ссылочка на канал мой на ю тубе вот она разместил нажимаете можете заходить дальше есть такая вкладочка на канале плейлисты можете на нее нажать сейчас мы откроется вот здесь у меня всякой тут лабуденьки имеется лучшее там ну соответственно по поводу солнечных батарей есть канал тут у меня там хобби роботы приборночного видения в данный момент что что интересует нас это станок чпу своими руками нажимаете на плейлист и здесь вся сборка того что как бы я делаю можете просто нажать вот так вот воспроизвести все и они будут все идти по очереди вот он весь список не надо искать лазить в интернете то есть где что находится ну за так информационно еще следующее изначально как бы с по поводу выбора станка если бы я сейчас делал свой станок я бы его сделал вот такой вот значит плана двухосевой то кстати ссылочка мне подкинул один из подписчиков как бы уже поздновато было чем нравится именно такой вариант станка во первых можно сделать намного шире стол рабочий то есть большую ширину можно сделать только при использовании двух винтов по краям особого особой какой-то сложности подключения два винта не составляют но значительно расширяют потенциал станка почему ну как я говорил во первых можно сделать шире намного стол во вторых такой станок можно сделать без дна как я как бы его обозвал и ставить его на любую обрабатываемую заготовку можно даже узор делать на дверях каких-то там то есть в принципе этот вариант уже более заточен там наверно для какого-то мелкого бизнеса хороший станочек хороший вариант почему еще бы я его как бы делал он относительно в принципе просто в сборке вот значит в плане вариантов такого такой системы как делал я значит вот классический станочек так вот вообще классика наверно в которой я так подозреваю процентов наверно 70 то что скопировал то я наверно направляющими совсем не такие но видимо я здесь где-то шарился в голове она осталась очень похожая система ну и как вариант это похоже кстати это уже станочка фотография значит в чем его удобство удобство его в том что он такой домашний вариант компактный стол стоит неподвижно двигается сам портальчик с одной стороны это плюс другой стороны как бы минус по сравнению с вот этой предыдущей системой какие минусы снизу нельзя никак положить заготовку которая размером больше чем стол то есть ограничен размером стола такие станочки еще бывают вариантом с подвижным столом то есть двигаться не сам портал по направляющим а двигается значит сама площадка как на фрезерных станках на заводе но это как бы все вкратце по выбору по поводу выбора направляющих во первых надо определиться будете вы делать их самодельные или покупать готовые значит если вариант самодельные вот довольно неплохой вариант автор здесь выкрутился так и довольно неплохо он это сделал то бишь он использует уголок второй уголок более мощный вот и сплошной вал какие плюсы этой системы все что так сделано под угол например 45 градусов оно самоцентрирующееся единственное что сложность составляет это подгонка вот этого третьего ролика про это я уже в своих видео говорю вот из неплохих вариантов самоделок вот неплохой вариант то есть есть на чем подумать из обычных уголков катанных ну и вот классическая схема когда делают всю раму варят из профиля металлического тянутого используют такие же направляющие опять же минус сложность подгонки тоже неплохой вариант в принципе покупаете обычные подшипники сажаете их на болты направляющие по любому покупать надо будет цель накатанная значит второй вариант вот сами каретки делать самодельные валы вам все равно придется приобретать вот либо использовать конечно вот такой профиль но профиль скажу честно говоря он не стопроцентный будет качество плане точно так что лучше покупать все таки валу второй вариант покупать каретки готовые значит по поводу готовых кареток значит по поводу выбора готовых кареток направляющие вообще направляющих значит основные виды вообще направляющие для станков самая наверное одни из самых дорогих они же одни из самых точных это такие рельсовые направляющие виду значит комплектах с такими же каретками ценник у них как бы не самый сладкий но тоже больше для профессионального станочного оборудования с высокой точности значит если вы соберете использовать вот такой цельный вал к ним идут такие соответственно каретки такие же использовал и я закрытым основанием они бывают еще такие удлиненные рекомендую использовать их меньше болтов по сути они заменяют две такими про это я уже тоже как бы говорил значит вариант катанный вал на рельсе чем его преимущество 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 еще в том его что он подвесом не прогибается к нему идут такие вот каретки с подрезанным основанием вот и сам вал грубо говоря в прошлых своих видео я очень сильно жалел что выбрал я вот такой вал очень сильно жалел а не такой теперь я хочу немножко сказать что не все так просто волна посажены на рельсу чтобы посадить на ваше основание придется фрезеровать все основание представьте у вас метр значит идет метровая рельса вам под нее идеально надо будет подогнать основание под этот же вал который сидит только грубо говоря на двух кронштейнах которые вешаются по концам не требуется вообще ничего он сам себя грубо говоря нивелирует но его надо брать запасом по диаметру один из подписчиков предлагал такую формулу расчет значит из расход из расчета цифра 25 значит в чем его суть то есть если у вас длина вала например планируется 500 миллиметров вы делите на 25 и получаете желаемый диаметр вала я использовал 12 миллиметров как видно 12 миллиметров это мало то есть будет проседание подвеса если вы используете метр делим на 25 тоже надо 40 миллиметров но это как бы кучеряло и и ценник кучеряло и размер и вес то есть тут уже смысл здесь используют рельсы если у вас станочек до 50 длиной 500 миллиметров делим на 25 то 20 валы или 30 есть смысл использовать даже это вариант лучше не надо выравнивать основание что потребуется к таким направляшкам таким направляшкам вам потребуется всякие вот такие приблуды естественно это концевики которые мы одеваем на вал на которых и собственно и клетится бывают такие вот и такие на используются и одни и другие значит по поводу винтов которые использовал я кстати у меня уже спрашивают где такие винты брал обозначение этих винтов идет tr12 например там на шаг 3 тр12 на шаг 2 будет соответственно у меня шаг 2 используются винты тут же к ним есть табличка то есть можно полазить посмотреть эти винты более дешевые гораздо дешевле то есть порядок раза в три к ним идут такие вот гаечки то есть тоже можно поковыряться найти металлическое бронзовое там квадратным сечением то есть вариантов много пластмассовое имеется ввиду вал в сборе с гаечкой винт наверное одна из самых затратных деталей особенно если вы будете использовать шариковинтовой винт что за шариковинтовой то есть у нас имеется винт у него в гаечке бегают шарики катаются перекатываются такие винты стоят дороже но они же точнее и намного долговечнее вот неплохой комплект на ebay в принципе комплект полностью на всю ось но это все бьется деньгами то есть 46 долларов это как бы ну не дешево но за такой комплект эта цена отличная вот раз накидаю кучу при кучу всяких ссылок все сразу естественно я никак не смогу впихать но разбирайтесь ковыряйтесь тут надо поковыряться потратить немножко времени из того что я рекомендую наверно для белорусов есть такой сайт кюгель.бай хотя вот эта ссылочка кюгель.диал.бай здесь просто намного понятнее где что смотреть относительно демократичные цены здесь по значит по вот этим китайским направляющим такого плана такого плана концевикам к ним второй вариант концевиков то есть сами валы здесь можно приобретать но соответственно берем здесь и ковыряемся ищем слева ссылочка будет дальше значит аналог их в москве проума .ру вот у нас ссылочка опять же будет она помещена это тот же самый поставщик только в россии то есть ничего не меняется цены тоже демократичные другой сайт просто российский то есть здесь тоже ковыряемся скажу сразу здесь шариковые винты что у одной но первый второй вариант очень дорогие и линейные направляющие здесь только фирмы хивин они как бы стоят денег значит рекомендовали мне еще очень я еще пока не обращался мы здесь есть довольно интересные позиции сайт свой китаец опять же я здесь не рекламу ничего не устраиваю просто подсказывать где что брать ссылочка на сайт тоже будет вот с ним надо списываться заказывать у него довольно интересные вещи даже есть готовые комплекты то есть есть смысл позаниматься не знаю мне рекомендовали пока я еще ничего не заказываю ну естественно не забываем про такие торговые площадки как ебэй обязательно алиэкспресс то есть страшного ничего нет я ссылок опять же кучу накидаю пишите в поисковике вот как я винты например сказал церты 12 наты и пошли шерсти здесь даже метчики продают то есть не вопрос гайки сложного здесь ничего нету то же самое объем в алиэкспресс ссылок опять же отсюда накидаю того что ну интересные именно позиции